Средний возраст работников в сфере ЖКХ Котельная номер один согревает большую часть домов Трусовского района. Здесь половина сотрудников – пенсионеры. С кадрами у нас немножко проблема. Молодежь особо не идет. В основном люди идут предпенсионного возраста и пенсионеры. Пенсию назначили маловатую, конечно, тяжело на пенсию жить. Поэтому решила подработать. А это советский район Астрахани. Калина Горюнова работает в ЖКХ 32 года. Сейчас она возглавляет многопрофильную коммунальную фирму, которая обслуживает 50 жилых домов. Наш коллектив смешанный. У нас есть сотрудники и ветераны, проработавшие не один десяток лет в этой сфере. Есть и молодежь. Но потребность в молодых кадрах есть и здесь. Особенно это касается рабочих специальностей – слесарей, плотников, электриков. Ключевое слово опять – молодежь. Первый эксперимент – как аварийные работы. На базе Астраханского инженерно-строительного института появился колледж ЖКХ. Обратились в Министерство жилищно-коммунального хозяйства. Нам сказали, что рабочие – да, хорошо, все отлично. Но нам надо еще, чтобы эти рабочие могли общаться. Поэтому в связи с новым венем, с новыми потребностями рынка, мы стараемся переквалифицировать своих рабочих. Теперь будущим электрикам и сантехникам преподают в том числе основы этикета. Интеллектуалы с дипломами – это и есть будущее ЖКХ. Штукатура – это тоже, можно сказать, как мастер своего дела и как художник. Он делает здание так, как его считает нужным. И есть евроремонты и отделки такие, которые на фантазию уже. И потолки, и ванны, и штукатурки такие резные. Там все что угодно. Можно сделать, как тебе нравится. Еще один эксперимент от коммуналки. В регионе два года работает альтернативная, молодежная, управляющая компания. Называется «Омега». Средний возраст ее специалистов не превышает 30 лет. У нас создана молодежная компания. Она себя очень хорошо зарекомендовала и до сих пор показывает очень хорошо. Да, они совершенно по-другому работают. У них другой менталитет. Обслуживать свой дом «Омеги» хотят многие астраханцы. Подведомственные им дома действительно преображаются. Работают открыто. А никаких секретов от собственников жилья. Секрет – это когда что-то от кого-то прячут. Я понимаю, это секрет. А когда ничего не прячут, показывают это все. Наяву все это видно, прозрачно. Здесь нет никаких секретов. Люди работают честно, без всяких. Поэтому все идут к нам. В практике молодежной компании было уже несколько случаев, когда жильцы досрочно прерывали договор и переходили под управление «Омеги». Капремонта, как такового, не было в этом доме. И услышав такую информацию о компании «Омега», я просто впечатлилась. В настоящий момент мы заключили договор с управляющей компанией «Омега» и ждем от этого союза положительных результатов. Но есть еще системные проблемы, которые предстоит решить. ЖКХ сегодня малооплачиваемая сфера и пока еще не престижная. Но перемены уже наметились. Высокие технологии потихоньку затмевают привычный образ телогрейки и газового ключа. А вслед за технологией приходит квалификация и образование. Наталья Шурутова, Екатерина Морозова, Борис Бастенов, Андрей Потапов, Олег Райда. Центр новостей.